Четыре дня большого кикбоксинга в Ульяновске Около сотни ульяновских кикбоксеров приняли участие в соревнованиях. Конечно, не все из них дошли до решающих поединков. Больше других удивила Виктория Гуркович. 30-летняя спортсменка после долгого перерыва вернулась кикбоксинг и с первой же попытки стала чемпионом страны. Проведение чемпионата России по кикбоксингу, Кубка России по кикбоксингу – это площадка, на которой ребят могут увидеть сильных, здоровых спортсменов, могут увидеть и выбрать себе пример для подражания. Один из таких героев для подражания – ульяновец Андрей Батяев. В четвертый раз подряд он вышел в финал чемпионата страны весовой категории свыше 91 килограмма. И в третий раз подряд его соперником стал одноклубник Сергей Овчинников. Прежде Батяев непременно был сильнее. Не нарушилось традиции теперь. Батяев победил в упорном поединке и стал четырехкратным чемпионом России. Ну, побеждать всегда приятно, сами понимаете. Но, если честно, уже немножко стал привычкой. И относишься к этому больше как к работе. Выходишь на ринг, чтобы сделать свое дело, к чему ты так долго и упорно готовишься. А на десерт болельщикам и ценителям кикбоксинга бой за титул чемпиона мира среди профессионалов. Такой поединок прошел в Ульяновске впервые. Трехкратный чемпион мира среди любителей ульяновец Алексей Трифонов сразился с претендентом на титул чемпионом Бразилии Кавальканте. Организаторы предполагали 12 упорных раундов. Но гость берегов Амазонки продержался только до экватора. В седьмом раунде Трифонов ударом в печень отправил его в нокаут. И получил второй в своей жизни титул чемпиона мира среди профессионалов. Бразилец был чуть меньше ростом. И как раз я привык с такими ребятами боксировать. И к этому я уже был готов. И могу сказать, что бой был немного легче. Но соперник был достоин этого. Фото с поклонниками и автограф сессии. Алексей Трифонов стал главным героем соревнований кикбоксеров. Уже после титульного боя он заявил, что в этом году пропустит любительский чемпионат Европы. Более того, оставил в секрете свои дальнейшие спортивные планы. Михаил Сашанский, Данил Сурков. Новость Ульяновской правды.